В Казахстане передвижение на электросамокатах законодательно регламентировали. Депутаты сегодня одобрили соответствующий проект закона. Согласно документу, электросамокаты признаются транспортным средством. Скорость движения должна быть до 25 км в час. Электросамокаты могут двигаться по велодорожкам и обочинам без ограничений, ну а по тротуарам со скоростью не более 6 км в час. Для того, чтобы ездить по проезжей части, водитель электросамоката должен иметь права любой категории и быть в соответствующей экипировке. При этом они не должны создавать опасность для пешеходов, последней в приоритете. Однако новый закон не содержит норм, которые бы предусматривали штрафные санкции и поправки в административный кодекс. Что касается предложения постстраховки, то это предложение все-таки компенсации постфактум. То есть тогда, когда уже чрезвычайная ситуация на дороге произошла. То есть это сломанные детские руки, пожилые люди и так далее. И вот эта страховка, насколько она сегодня успокоит того человека, которому нанесли травмы. Вот здесь прежде всего о пешеходах идет речь. Там, где водитель электросамоката в ситуации на дорогах, там они как водители автомобилей, в принципе, тут вопросов нет. И я думаю, что мы страхование совместно с шеринговыми компаниями в перспективе рассмотрим. Я думаю, что это хорошее предложение. Но оно без ограничительных мер просто сегодня не будет принято нашими пешеходами. Экспертное сообщество «Новый закон об электросамокатах» восприняло весьма остро. Представители бизнеса грозятся выйти с рынка Казахстана. А сторонники экологичного транспорта требуют пересмотра запретов и ограничений. С какими проблемами могут столкнуться владельцы самокатов, чем это грозит бизнесу и возможно ли передвигаться с новыми ограничениями, выясняла Саяна Санакова. Я иду 6 км в час. Это именно та цифра, до которой ограничили скорость передвижения электросамокатчиков. Средняя скорость пешехода. А вот и сам пользователь электросамоката едет он с такой же скоростью, как и я, пешком. Динамика у нас одинаковая. И здесь смысл новых ограничений, запретов и правил вовсе пропадает. Сетуют на это Виталий. Останчанин уже 4 года с приходом тепла ездит только на электросамокате. И полезный подарок на день рождения теперь для него шлем или наколенники. По мнению молодого человека, законопроект, принятый мажористом, очень сырой. Причем выразить сомнения можно не только относительно разрешенной скорости. По дороге я ехать не могу, потому что у меня нет водительской категории, у меня нет водительских прав. Да, у меня нет шлема, у меня нет светоотражающей куртки. Единственное, что мне оставляют, это обочины и велодорожечки. Водительские права электросамокатчики должны иметь тогда, когда ездят по крайней левой полосе наравне с автомобилями. Ко всему этому должна присутствовать экипировка. Ограничение 6 км в час касается только езды под тротуаром. И здесь возникает вопрос, можно же ездить только по велодорожке и без всяких ограничений и не поднимать шум. Да, но велодорожек, как таковых, с минимальной требуемой протяженностью в стране нет. Что это за 500 км? В реальности в виде связанной сети, которую можно использовать для того, чтобы доехать от точки А до точки Б, у нас имеется только в Алматы. Ее протяженность составляет около 40 км в час. Вот это реальная цель. Страдает здесь не только владелец самоката, но и бизнес. Компании, которые сдают такой транспорт в аренду. Предприниматели говорят, меры настолько категоричные, что они могут выйти из казахстанского рынка. Какие риски для бизнеса сейчас будут, мы не понимаем. Вплоть, наверное, до полного закрытия ухода нашего казахстанского рынка, нашего родного рынка. Потому что такого нонсенса, такого закона ни в одной стране, где мы работаем, а их 10 уже и мы анализируем другие страны, их нет. Просто нигде нет. Впрочем, эксперты в новом законопроекте видят не только минусы. Директор шеринговой компании, например, рад, что теперь закреплен статус самоката. Рост значительный, и законодатели давно должны были на него ответить. В связи с этим сделали закон, в котором закрепили статус электросамоката. Очень важно было выделить электросамокат от мопедов. Это транспортное средство со скоростью до 25 км в час. Чтобы решить проблему неразвитой инфраструктуры, Можилисуумен Смышляева предложила при возведении новых микрорайонов сразу прокладывать велодорожки. А глава МВД подчеркнул, что ответственность здесь на Акимах. Впрочем, вопрос так или иначе решить нужно. Спрос большой. По данным шеринговых компаний, в Казахстане в день самокаты переводят столько же пассажиров, что и алматинский метрополитен. Около 70 тысяч людей. И это не считая частных электросамокатов.